но кому-то может даже не понравится я не знаю ну как есть у нас в средствах массовых массовой информации появились свете то что произошло расследование и выявилось как тратит деньги сергей собянин и на кого он тратит деньги ну в частности естественно там всплыл маргарита симонян там всплыл вот этот вот ее муж со своей передачей да что им платили деньги за пиар да за вот то чтобы они хвалили собянина но для кого-то станет неожиданностью что собянин значит мэрия москвы платил также например ксении собчак да но удар в самое сердечко оказалось в том что это мэрия платил еще и алексею венедиктову сумма-то огромном сумма 680 миллионов рублей за два по-моему года показывались суммы проводки показывались сколько платил и платили заказа корректуру каждого там номера и алексей венедиктов вышел значит свет и говорит но что такого не появилась идея и хотелось выпускать журнал про каждый район города ну кто это еще может сделать ну конечно же я пошел в мэрию москвы и выиграл там тендер и получил 680 но я на этом ничего не заработал вот как вот вот вы когда слышите такой сбитый термин карманная оппозиция это что такое это же не какие-то там теории загоров это вот такие вот конкретные вещи когда люди которые носят лживую маску оппозиционера или там честных журналистов или каких-то там представителей гражданского общества инициативных там активных они курмятся с руки власти вот если ты берешь у власти деньги ты заинтересованная сторона ты ангажирован властью или нет ведь это же речь идет не только о собчак или венедиктове помните на мальвину как зовут артемий артемий лебедев помните да ну много же таких примеров они работают они на подряде на подкормке и у них есть кто-то грантополучатель у кого-то есть какие-то значит лоббистские возможности да или он пролоббировался сам к бюджету поближе к финансовым потоком и потом люди перед выборами рассказывают как нужно бороться с властью да ну у них не стоит такой задачи у них задача увести людей в ложную сторону давайте вот по венедиктову помните тему электронного голосования бенедиктов топил за эту электронку за это электронные за этот дэк на рассказывал как это удобно как это классно любой адекватный человек понимает что это дно любой человек понимает что это просто уничтожение любых возможностей контролировать этот процесс там его законность каким-то образом там попытаться проконтролировать а он выходит для нет это надо это классно ну понятно что не бесплатно Понятно, что мотивировали, заинтересовали, и подобные люди должны быть нерукопожатными в российском обществе. Такая же ситуация с Ксенией Анатольевной Собчак. Вы помните, выборы президента 2018 года. Она пошла объединить либеральное электоральное поле, пространство всех избирателей, которые как-то в правом направлении политики, в либеральном поле, она вот их должна была саккумулировать, опять же, принцип разделяя и властвия, чтобы вокруг кандидата от КПРФ не было объединения критической массы для власти избирателей. И что было после выборов? Вот выясняется, оказывается, видите, еще и Собянин, еще и мэрия Москвы, еще и право столичное финансовыми, значит, какими-то обязательствами, инициативами обращался, выходил. Ну, понятно же, что люди должны, я не знаю, ну, в морду плевать, да, это в самых мягких формах, потому что эти люди, они работают против общества. Если Собянин это делает относительно открыто, да, ну, понятно, он вносит бюджет, а в бюджете нету необходимых расходов на жизненно важные вещи. Ну, там, в Москве с этим чуть сложнее, потому что, ну, на 3 триллиона рублей бюджета можно там, ну, все решить. А они, тем не менее, там, плитку 4 раза в год перекладывают, или сколько они раз ее, значит, меняют. Понятно, чтобы эффективный бизнес по освоению бюджета функционировал. Ну, все равно, всем понятно, что это власть, что это представители вот этих миллиардеров и других представителей элит, да, правительственных, чиновничьих или экономических. То, видите, данные, господа-то, они более хитро себя ведут, они идут под маской, что, ребят, мы на ваших, мы за вас. Ну, правда, мы 600 миллионов там получили, Собчак там сколько, 40, там, я не помню, сколько в этой статье было написано. Ну, тоже там баснословные деньги. Ну, не будут они ни с кем бороться. Разыграть какой-то спектакль, да, но они встроены в систему, их все устраивает. Они ни в коем случае не хотят, чтобы что-то менялось. Почему? Потому что они лишат своих финансовых возможностей. Хотя, ну, казалось бы, да, Венедиктову, по-моему, инагентом сделали, или что? Нет, там радиостанцию закрыли. Ну, закрыли Москвы, да, были даже какие-то, ну, такие, решения репрессивного какого-то такого. Мотива. А на самом деле, видите, с другой стороны, денежки. То есть, одной рукой рубалечек взяли, другой 10 рублей в карманчик положили. И все счастливы. А у общества складывается ощущение, что, о, слушай, ты посмотри, как вот с журналистами борются-то, да? С какими журналистами? Это проект «Газпрома». Они его, Венедиктова, назначают на этот должность. Если бы не нравилось, убрали бы, в любой момент убрали бы. Они не убирают. Почему? Потому что решают тонкую задачу. Они не борются с властью, ну, вот, напрямую. Они, там, если вывести нужно кого-то на первый план, они вот эту роль занимают, эту роль выполняют. Нужно какие-то внутри элитарные бои победить, там, башни Кремля, там, или что-то другое. Они свою лепту в это дело внесут. Ну, и в конце концов, если, как в старой пословице, поговорке, что не можешь противодействовать, возглавь. Ну, понятно, что в России будут недовольные люди, будут те, кто критикует власть. Пусть лучше объединяются вокруг своих информационных ресурсов. Вот, собственно, это те, кто на подрядах данных выступают.